рад приветствовать всех моих подписчиков будущих подписчиков особый привет тем кто меня находит потихоньку меня на новом канале находит я скоропостижно ушел со старого хотел ссылочки оставить но значит первое что хотел бы сказать приобрел него сразу скажу хорошую но был уж ну какие косяки в нем были в ней были и есть какие я устраняю почему этот ролик называется не хотели взорвать тоже ребята из этого ролика вы узнаете когда покупаешь был уж на него надо бережно относиться продавцу к своему покупателю на смерть часто мы отправляем буквально на смерть ну и тема канала формируется ребята не ленитесь пишите чтобы вы хотели на моем канале видеть те подписчики которые меня находят просят мопед рыбалка охота природа нива а те кто впервые меня нашел подписался тоже хотел бы знать ваше мнение смотрим ролик сколько стоила машина что и устранил обзор двигатель ее необычный все это я покажу в следующих роликах наш запах бензина ребята сильнейший запах бензина и полезу я сегодня вот уже лючок открыл похоже оттуда воняет и похоже придется вот эту под фольгой крышку снимать не расходимся ищем утечку бензина вот такая картина нам предстала сегодня облачно темновато здесь я отодрал какую-то заплату вот она широкая изолента идет трубка вот она пока я не разобрался но разберемся вместе а вот там вот лужа бензина буквально лужа бензина о так вот уважаемые продавцы автомобилей частных там как угодно думайте как всегда не жопая головой что вы продав автомобиль и утаив его плохие так скажем стороны недочеты отправляете человека на смерть а может даже мучительную смерть что первое увидел вот она трубка и она состарилась и рассыпалась причем рассыпалась давно поскольку осколков я не вижу они были убраны предыдущим хозяевам и оставлено так и вот она идет завитком и пошла вот сюда по этой трубке куда опять мы сейчас с вами разберемся но течет вот с этой трубы конкретно здесь есть еще расширитель вот по моему здесь с ним тоже сейчас будем разбираться но если не дойдет до него дело значит извините здесь будем разбираться вот здесь сухо здесь сухо а вот здесь вот пошло 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 и вон там и сейчас тряпку кинул бензин вымокаю за ночь может быть он высохнет день 27 чувствуется нужно дать просушку хорошие ну и будем устранять недочеты свой день занимаюсь значит трубочки я вам показал разлетелись они и вот они из пластмассовых превратившись в стеклянные вот они вот они идут но если стать по ходу машины то есть смотреть за за что называется с кормы на нос то ведут в правое правое крыло вот это вот под правый кожух он снимается по периметру здесь он заходит под загиб корпуса здесь он по кругу должен быть на шурупах вот дырки но здесь все так прогудронено кстати это я считаю идет не в минус хозяину а в плюс потому что он довольно старую машину благодаря этим тотальным прогудроле прогудрониванием сохранил не в гнилом состоянии видите вот она родная красочка у нее все родное и в салоне видно хоть она красочка где-то и потрепана пошоркано но все целое все классное считаю так вот мы сейчас попадем под этот кожух и вот крутил там были несколько шурупчиков и посмотрим куда они ведут то есть если разбитую трубку менять то я предполагаю надо менять все да еще найти такой диаметр видите здесь какие тонкие эти сосочки и хомутки совсем мелкие поеду сегодня искать или пойду ехать то не на чем вот так вот выглядит вот это крыло вот она пылюка под ним десятилетняя а вот он прибор о котором мы с вами сейчас еще поговорим частично он виноват частично ну и поговорим еще сидушки но это в других роликах неудобно сидеть неудобно но подголовников нету возможно что-то придумаем в лучшем я был прав разбитая трубка вон видите шевелится идет вот сюда на расширитель пластиковый расширитель а там вот клапана стоят не знаю рабочие или не рабочие не могу сказать будем разбираться дальше вот смахнул я пыль пылесосиком чуть промыл дальше смысла нет туда идет обработка что очень хорошо и и вот эти остатки обзовемые правильно грязи они никакой роли не сыграют вон там если видно сквозные дыры причем типа штатные какие-то не знаю через них пыль что ли надевается но выглядит все очень и очень добротно так скажем крепко перед установкой я еще чуть протру сейчас пока сырое потом сухой тряпочкой ну и будем дальше заниматься трубкой значит как я поступлю вот она эта трубка и вот если здесь видно она сплющена то есть она лежала на бензобаке так ее пропустили а сверху накрыли вот этой крышкой то есть крышка уже лежала на трубке а на крышку ложили тяжелые предметы и там где она не сплющилась она рассыпалась дальше идет она жесткая трубка но как бы с виду и на ощупь не собирается ломаться и самое главное что она спрятана попробую подсоединиться к этой трубке фрагмент найти на рынке и подсоединиться как мы это сделаем опять же не расходитесь а потом на ходу проверю заведу машину проеду километров 15 и понюхаем будет ли запах в салоне этот самый сепаратор можете погуглить для чего он нужен наверное догадались да но это расширительный бачок то есть пары в бензобаке могут расширяться а при при понижении уровня бензина близкого к нулю да плюс еще холодная погода то пластиковый бак может сложить сплющить что тоже нежелательно ребята я считаю вот для этого и служит вот это самое ну я в интернете прочитал что это сепаратор вот такие дела но он похоже целый хотя причина может быть и в нем но это мы узнаем вот смотрим что я хочу сделать значит на авторынке нашел я трубку такую в нее входит моя труд трубка она не хрупкая вот я дальше посмотрел она не хрупкая она прям как стекло такая и вот поломать я сейчас пальцами пробую не ломается то есть запас прочности у ее есть я ее вот так вот вставлю она идет очень плотно мало того я посажу ее на автомобильный герметик и более того еще на пару хомутов загоню ее сантиметров на десять сюда герметик и пару хомутов будет я думаю что как расширитель как соединение с расширителем это прокатит почему потому что давление в этой системе ну минимальное и этих мероприятий которые я придумал в принципе хватит что нам нужно вот он сосочек из бака ведет бак кстати алюминиевый вот краска с него начала слазить я его красить не буду алюминий ничего с ним не ставим и вот отсюда трубочку вывести и соединить вот с трубочкой она жесткая вот я пробую ломать все уже то есть она здесь не как стекло и поломалась она рассыпалась вот здесь след видно вот он от нее след вот он она лежала на баке ее придавило крышкой а сверху кинули что-то тяжелое вот она только после этого рассыпалась и она у нас идет вот на этот сепаратор или расширительный бачок неважно там я посветил фонариком туда-сюда выглядит все цивильно пока других действий предпринимать не буду как бы а что лезть в мотор если он работает да вот по такому принципу ну и не все понятно допустим у нас еще есть сосочек с бензобака и вот трубка пошла пошла почему-то в обратную сторону здесь она завернула и пошла уже опять на сепаратор то есть два вот этих соска два выхода они идут на этот сепаратор или расширитель я не напичкан терминологией в плане ремонта машины все по крестьянски объясняю но еще какие причины естественно плохая прокладка на на бензонасос там же уровень бензина показывает выход из строя бачка вот этого расширительного его тоже соски отваливаются их показывать не буду бессмысленно выход из строя вот этого клапана который тоже из бачка выходит и я не знаю нужен ли вообще этот клапан плохой плохой контакт ой контакт герметизация этих выходных шлангов в горловину в горловину бачка вот ну вот фигня всякая в конце концов дырка в самом в мензобаке вот ну вот эту штуку мы устраним как я уже говорил значит картина такая получилась вот я на герметик посадил и ребята на один хомут посадил я уже попробовал сдергивать в разумных пределах держится прочно и трубка она не налазила далеко надо было разогревать а сейчас я тут эти трубки все спрячу туда вовнутрь не знаю как или бензобак подниму чуть-чуть или отогну отверткой смогу но я их спрячу чтобы крышка она больше не ложилась на патрубке теперь у меня патрубок пошел наружу он нигде не выходит и пошел на расширитель вот теперь я часа два-три подожду и прокачусь посмотрим насчет присутствия запаха в салоне крышку опускать не буду специально если появится хоть минимальный запах то я его услышал машинка очень даже не убитая о ней буду позже рассказывать в частности об этой кнопочке слышите да то есть и так можно и на кнопочку вот такую для чего-то сделал тоже объясню ну а пока сам факт ребята ролик называется меня хотели убить а разве не хотели судя по диагностике моей причина ни одного дня я в ней ничего тяжелого не грузил эту трубку хлам не разбивал получается что хозяин знал ну как можно обмануть покупателя в бак в бензобак налить на донышке бензина как в принципе и было и как бы он там не плескался он через эти трубки ну если и вышел то минимально это можно было принять за запах газов от выхлопной трубы в салон втянуло или сдвижка там кстати отвод картерных газов трубка была снята но там все по честному не потому что туда масло давил а она жесткая стала и от вибраций снимаются тоже надо делать будет так вот представьте бензопак плавает в луже бензина ребята чуть что что это в салоне концентрированные пары бензина аж голова болела если долго ездить плюс лужа бензина плюс под крышкой бензобака не с улицы вот эта крышечка а вот в салоне щит который я поднял концентрированные пары бензина это взрыв вот так вот мы я не говорю я я не говорю он а я говорю мы автомобилисты отправляем своих покупателей наших разовых клиентов в дорогу смотри мол видишь машину смотри хочешь покупай хочешь нет но как ты это увидишь как ты узнаешь что на трапеции там одна один суставчик на рулевой трапеции уже в хлам разбит автомобили мы чаще все смотрим даже не на яме в каком-нибудь селе покупаем или городишки типа нашего здесь требуется честность продавца пусть он там на утаил что сигнала нету ладно забыл утаил хотя это тоже важная вещь может перевести ГТП отсутствие звукового сигнала но некоторые ключевые позиции надо ребята учитывать и честно честно признаваться в минусах своего автомобиля ну а я сейчас несмотря на дождь прокачусь километров 15 проеду ну и посмотрю насчет утечек запаха и все такого прочего в общем ребята вот мое произведение если видите там пузырьки вон гуляют вон видите гуляют пузыречки вот они то есть туда зашел бензин и естественно если фрагмент вот я сейчас поставил восстановил систему если этот фрагмент отсутствует то вот туда бензин гужом и течет плюс пары искра взрыв как в настоящем голливудском классическом красивом фильме бах и пипец блин водили вот так мы покупаем автомобили и ребята извините так мы и продаем подтеков ребята больше нет на сепараторе сухо на клапанах сухо вводные патрубки бензина при заливке сухо закрываем и заключение вот такая вот картина все прикрыл все закрыл еще раз могу похвалить вариант гидроизоляция правда по периметру пришлось мне ее взрезать чтобы поднять все это дело и этот лючок поднять и саму крышку поднять значит лючок я оставлю открытым на недельку ничего сюда ставить больше не буду пускай выветривается до конца запах бензина еще присутствует пусть выветривается ну наверно и все и в в в в в в в